Привет, с вами Дуб Мама, Аня, хозяйка Чихуакуа, Софи и Эйвена. И сегодня я расскажу о том, что мы берем с собой в поездку для Софи и Эйвена. Итак, поехали! Что мы берем с собой в поездку для Софи и Эйвена? Эйвен, Софи и Эйвен, это мы. А, значит, просто что мы берем в поездку? Эээ, а что мы берем в поездку? Ой, Эйвен, обычно об этом думает мама. Мама? Ой, Эйвен, все. Первое и самое главное, что мы берем всегда с собой в поездку, это вот такие вот домики с мягкой крышей, твердым, твердым дном. Чаще всего мы берем их, когда мы летим на самолете, едем в поезде. В принципе, можно брать их с собой в машину и ставить, например, вниз, рядом с сидением. Но такие домики мы берем не всегда, потому что если поездка короткая, например, мы едем на море, в лес, на природу, на пикник, на дачу, то такие домики мы чаще всего с собой не берем. А что мы берем? Мы берем с собой вот такие вот переноски. Это садишкина переноска, она вешается на бок, то есть через одно плечо А у Эйвена есть вот такой вот портфельчик, который вешается вот так на грудь Здесь Эйвен торчит вот здесь, а здесь голова садьки В принципе, они очень легкие, удобные, плюс они не очень толстые Достаточно хорошо при жаре их использовать Кстати, главное, когда мы выбирали, например, портфель Нужно попробовать его померить, хорошо посмотреть, как он на вас сидит Посадить туда собаку, попробовать его вес с собакой Потому что если вы будете ходить долго, то портфель должен быть удобным для вас и для собаки Чтобы собаке было там удобно и чтобы вам было удобно И чтобы вот здесь вот он не жал и не резал вам плечи С этой целью мы выбирали портфель, здесь очень мягкие вот такие вот ручки И это очень хорошо Для чего чаще всего мы в поездки берем такие портфели? Когда приходится много ходить, так как собаки у меня маленькие, они устают очень быстро Особенно в Таиланде, где мы сейчас находимся, очень жарко Поэтому если я еду в какую-то поездку, то, конечно же, эта переноска очень помогает Собакам не ходить слишком долго, особенно по горячему асфальту Поехали дальше Подстилка Это подстилка, которая баллоневая, то есть она не промокает Плюс она внутри мягонькая Чаще всего я не беру подстилку с собой в какие-то такие поездки Куда я беру домик или переноску Но в случае, если, например, я еду на природу, то можно прекрасно использовать эту подстилку, потому что ее можно постелить на траву, тем самым обезопасить собаку Плюс Эйвон, например, он любитель лежать на каких-нибудь ковриках, поэтому ему очень нравится лежать именно на подстилке, а не на холодной земле или траве Эйвон, улыбнись, я тебя снимаю Эээ, щас, мам, подожди Ну давай, Ивасик Мне надо зевнуть, я что-то зевнуть не могу Ивась, давай Эээ, давай, снимай Эээ, нет, подожди Ну ты же не зеваешь Ну вот так, дааааай Получилось, снимаемся, Софи, не мешай А чё, я мешаю-то я не мешаю? Мам, ну, точно, еще не сможет Нет, ну, слушай, так не честно Вот ты всегда так делаешь Покажи, мам, что получилось Обязательно в длительные поездки, и поездки, например, на море или где есть вода, мы берем полотенце Потому что если Софи и Эйвон промокают, их всегда можно вытереть вот таким вот классным полотенцем Не обязательно брать полотенце специально для собак Можно, в принципе, использовать обычное ваше полотенце или какую-то тряпочку, которая вам не нужна А еще такой момент Мы всегда берем вот такую вот маленькую тряпочку Для чего? Очень часто, когда собаки едут на машине, у них может быть сильное слюноотделение от укачивания И нужно вытирать слюнки или вытереть какую-то грязь А вообще можно использовать вместо такой тряпочки маленькой и влажные салфетки или носовой платок То, что именно вам будет удобно Пеленки Пеленки это очень удобная вещь, очень полезная в поездках Чаще всего мы берем пеленки, когда мы едем куда-то в дальнюю поездку Когда мы знаем, что может не быть возможности выйти в туалет А еще мы берем пеленки, например, когда мы летим на самолете или еще что-нибудь В моем случае Эйвен и Софи приучены терпеть И они не ходят в туалет в домике своем Но если у вас собака не может терпеть, то лучше обезопасить свой домик или свою сумку пеленкой А еще классно пеленки использовать в том случае Вот, например, у нас была такая ситуация, когда мы уже зашли в аэропорт и зарегистрировались на рейс То есть выходить нам уже нельзя А перелет нам предстоял длительный 18 часов Поэтому было очень хорошо иметь с собой вот такую вот пеленочку Пойти в общественный туалет и попросить деток сходить в туалет заранее перед рейсом Чтобы не делать это в самолете Но здесь такой момент Ваша собака должна быть приучена ходить на пеленку Если вы с ней постоянно гуляете и она не знает, что такое пеленка Ее нужно приучить, если вы собираетесь с ней путешествовать Так что пеленки это тоже необходимая вещь Мы их не используем постоянно, но иногда все-таки они могут пригодиться в поездке Эйвен, боже, что ты делаешь? Не, боже, я делаю обычные дела Ну, зачем ты делаешь это рядом со мной? Обычная потребность Обязательно эту потребность делать рядом со мной? Ой, ну я не могу смотреть Потребность не делает, ее удовлетворяет О, да, самый умный, Эйвен Ты закончил? Да Ты что, другую потребность удовлетворяешь? Боже Вот такая поилка-кормушка Я не заморачиваюсь, если честно, я не беру миски Более того, я не беру две миски, хотя у меня две собаки Я беру одну вот такую вот штуку Это и вода, и еда То есть вода наливается сюда Здесь специальная дырочка Она наливается вот сюда, и собака может попить В том числе она сливается обратно Это экономит воду А еще такой момент Я сюда кладу корм И Эйвен и Софи по очереди едят Плюс, если корм жидкий, например, а не сухой То можно всегда сполоснуть этой же водой Эту поилку Это очень хорошая вещь И миска, и поилка в одном Очень я ее люблю, поэтому мы пользуемся ей всегда в поездках Поехали дальше Что мы еще берем с собой в поездки? Если мы летим на самолете или едем на поезде Мы обязательно берем ветпаспорта Но если мы едем на машине Или мы идем на пляж Или мы идем на пикник Конечно, ветпаспорта мы с собой не берем Ошейники и поводки Ошейники чаще всего уже одеты на Эйвен и Софи А поводки нужны для чего? Для того, что в случае, если мы оказываемся в неизвестной местности Дети могут испытывать стресс Или может оказаться какая-то неизвестная собака агрессивная Поэтому лучше иметь поводок всегда И вообще гулять на поводке Чтобы избежать всяких неприятных ситуаций Вот так мы и делаем Для этого мы всегда берем поводки и ошейники Поехали дальше Плюс мы всегда берем с собой стандартный аптечный набор для собак На случай укусов, отравлений или травм Мы не берем огромную прям аптечку Но вот самые основные медикаменты всегда берем Если мы едем на природу Если мы знаем, что это не просто переезд на транспорте каком-то Мы едем на природу на пикник или куда-нибудь Мы всегда обязательно берем с собой антимоскитный спрей Потому что комары достают собак точно так же, как и людей Кроме того, они очень опасны и переносят всякие страшные заболевания Поэтому мы всегда пользуемся антикомариным спреем Кстати, вот этот спрей он тайский И он натуральный То есть здесь нет никаких ядовитых ингредиентов Экологический спрей Это вопрос уже не к тому, что взять А скорее к тому, чтобы обезопасить собаку Когда вы все-таки собираетесь на природу, в лес, жить на даче с собакой То всегда обязательно обрабатывайтесь от блох и клещей И делайте прививки заранее Чтобы собака была здорова и обезопасна Также во все поездки я обязательно беру с собой Хотя бы одну игрушку для Эвина и Сави Потому что она всегда напоминает о доме Она их успокаивает И они как бы... Можно всегда поиграть Покидать игрушку, как-то развлечься Но вообще желательно брать, конечно, больше игрушек Если вы едете на долгий срок Про долгий срок Если мы едем больше, чем на две недели Мы всегда с собой берем когтерез Потому что когти отрастают очень быстро И их нужно стричь вовремя Также мы берем с собой всегда, кроме когтереза Мы берем ножницы, какую-нибудь расческу И пуходерку для ухода за шерстью Всегда какой-нибудь шампунь, хотя бы один И мы всегда берем с собой зубную щетку и зубную пасту Это обязательный набор, если мы едем больше, чем на две недели Для ухода за Эйвоном и Сапи Если мы едем на природу, на дачу или куда-нибудь Мы берем вот такие вот штучки Это светящиеся брелоки Их вешаем розовенькие на Софи Голубенькие на Эйвона И они светятся в темноте Что не дает возможности потерять собаку Если она гуляет без поводка Если место безопасное Так, мам, давай снимай Я тебе такой детектив Что это? Детектив Эйвон в работе Запах Софи Вот такой вот я был детектив Мам, ты сняла? И все? Влажно было? Знаю, не говори На самом деле, кажется, что вещей очень много Но они, на удивление, умещаются в портфель И сейчас я в этом покажу Достаточно маленький портфель Вот, предположим, у вас такой маленький рюкзачок В который, ну, который мягкий Очень удобный И в него можно уместить весь этот набор вещей Если, конечно, у вас есть возможности Вы едете на машине Или вы едете на очень долгий срок То, конечно, лучше взять уже и домик И миски для собаки Но если вы едете на пару дней Или в какое-то короткое путешествие То зачем? То я не вижу смысла брать лишний груз Вот, в принципе, я даже достаточно неаккуратно Сложила все в этот портфель Он еще, здесь еще достаточно места Обязательно с собой в поездку В любую мы берем с собой какую-то еду И обязательно питьевую воду Это просто вот прям самые главные пунктики Этого достаточно для поездки с Эйвеном и Софи Куда-нибудь недалеко Конечно, не для переезда в другую страну Или в другой город Спасибо большое вам за внимание Это была рубрика Докмама Подписывайтесь на наш канал Это очень легко Розовая собачка внизу экрана Просто кликните на нее И задавайте свои вопросы в комментариях Если вы хотите какие-то определенные видео Какие-то темы Если у вас возникли вопросы Пишите все в комментариях Мы постараемся ответить на них в других видео Спасибо еще раз вам большое Любите своих собак Заботьтесь о них И ставьте пальцы вверх И будет вам счастье Пока-пока Укусы отравления травмы Я не понял, почему мам в конце сказала Укусы отравления травмы Потому что это был смешной кадр, Эйвен О, боже А что в нем было смешного? Ну, может быть, то, что улетела наша зубная щетка А куда она улетела? Эй, Лан, ты представляешься, или ты правда такой? Ой, все Кто будет играть в мяч? Мяч? Побежай играть, зануда! Я не зануда А куда улетела эта зубная щетка? Я не зануда, не зануда А куда улетела эта зубная щетка?